Здравствуйте, дорогие зрители! Мы вас приветствуем в Центре славянских культур Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. И сегодня у нас замечательный лектор Анна Михайловна Ланцева, кандидат к культурологии, культуровок, богемист, который нам с вами расскажет о святых Людмиле и Вацлаве Чешских и о их почитании в Чехии и в России. Спасибо вас. Спасибо. Я сейчас включу демонстрацию экрана, чтобы все могли вместе с нами посмотреть презентацию. Еще раз добрый день, дорогие дамы и господа! Благодаря историческим судьбам бытия, связующим незримое время и вечность, большинство святых, почитание которых сыграло огромное влияние на формирование ментальности чешского народа, жило до периода Великой Схизмы 1054 года, этого трагического момента христианской истории эпохи раннего Средневековья. Может быть, нигде и в Европе связь христианской религии и светской власти не проявилась так отчетливо и ярко, как в славянских странах эпохи Средневековья. Сегодня мы поговорим о первой славянской женщине-христианке, выдающейся фигуре чешского Средневековья, святой Людмиле Чешской, а также о ее внуке Вацлаве, который стал национальным патроном страны, защитником чешского языка и чешского народа. Мы также уделим особое внимание тому, как почитания чешских святых Людмилы и Вацлава проникли на Русь. Святая Людмила, супруга первого исторически известного чешского правителя из рода Пшемысловича Боржевое, первая чешская святая и мученица славянского происхождения. Она считается покровительницей бабушек, матерей, христианских воспитателей и учителей. Ее почитают как в Восточной, так и в Западнохристианской Европе. С славянской житийной или агеографической платформой, рассказывающей нам о жизни, смерти и посмертных чудесах святой, служат прежде всего ранние средневековые памятники. Раннее житие святой было написано священником восточного обряда Павлом Кайхом. Однако рукопись жития не сохранилась, но его содержание известно из русских прологов XV-XVII веков и наиболее ранней латинской версии «Fuit in provincia be morum», что в переводе означает «дело было в чешской государстве». А эта легенда вошла впоследствии в Сазовскую хронику. Свято-Людмиленские рукописные памятники довольно-таки рано, приблизительно в начале XI века, проникают в Древнюю Русь через Сазовский монастырь, это крупный центр славянской письменности, который поддерживал связи с другим оплотом православия – Киево-Печерской лаврой. К сожалению, большинство древних свято-Людмиленских памятников не дошли до наших дней, но сохранилось краткое проложное житие XII века. Оно называется проложным, потому что небольшое по формату, его читали во время богослужения, и оно пролагалось, как бы вставлялось между VI и VII песней богослужебного канона. Именно с этого проложного жития вплоть до XIV века создавались многочисленные рукописные редакции, приблизительно порядка 3000 рукописных единиц. В XIV веке, после перехода богослужебного устава со Студийского на Иерусалимский, это житие выходит из употребления, из употребления в богослужении. Сейчас это житие читается, пожалуй, лишь у старообрядцев Поморского согласия. В XVII веке к древним спискам проложного жития Святой Людмилы обратился автор чейти хминей Дмитрий Ростовский, включив в один из списков свой сборник на месяц сентября. Известно, что Дмитрий Ростовский при написании своих чейти хминей пользовался материалом великих чейти митрополита Маккайен, а также, в свою очередь, сам использовал списки проложного жития, находившиеся в архиве Киево-Печерской лавры, как и латинские источники, что позволяет предположить, что Дмитрий Ростовский был знаком отчасти со святолюдмиленскими агеографическими памятниками на латинском языке. Латинской агеографической платформы или латинский агеографический канон, посвященный Людмиле, формируется в Чехии к концу X века, основоположником которого является некий бжезновский монах Кристиан, из папера которого выходят выдающиеся латинские памятники, свидетельствующие о жизни, страданиях и чудесах святой. Прежде всего, это дело было в чешском государстве, а также страдания Людмилы-мученицы. Фрагменты, повествующие о житии святой Людмилы, вошли также в латинский корпус легенд, посвященных главному патрону Чехии, святому Вацлаву. Это житие немецкого епископа Гумпольта, которое переводится с латинского, означает превозрастание веры христианской, а также житие и страдания святого Вацлава и Людмилы. В современной чешской историографии до сих пор ведутся споры о происхождении святой Людмилы. В соответствии со старославянской версией проложного жития, Людмила была родом из Сербии. Так в редакции XIV века написано следующее «Святая Людмила Бяша от земли сербские, князя сербского Чима». Памятники же чешского происхождения гласят о том, что отцом ее является пшаванский князь Славибор, который имел земельное владение в чешском городе Неник. В соответствии с чешскими источниками «сербы» – это множественное число слова «сербовое». И именно вот эти сербы, иначе их называют еще «белые сербы», явились одним из самоназваний пшаван. Считается, что еще во времена молодости Людмилы в Минник завезли винную лозу. И с этого времени это место стало одним из центров виноградарства в Чехии. Позднее виноградник Людмила передала своему внуку Вацлаву, отсюда его историческое название «свата Вацлавский». Традицию виноградарства в Миннике сакрализировал император Священно-Римской империи, чешский король Карл IV, который привелся с французской провинции Шампань в Улгунскую лозу и подарил ее Миннику. Каждый год осенью в этом городе проходит праздник торжественного сбора винограда, куда съезжаются Чехии из разных городов страны. В программу праздника входят шествия, инсценированные избрания чешской княжны, театральные постановки и многое другое. Годы жизни святой Людмилы чешской колеблются между 860 и 921 годом. Многие вопросы, связанные с жизнью святой Людмилы, до сих пор являются неразрешенными. Людмила вышла замуж в возрасте 14-15 лет, поэтому следует относить это к 874 году. Вышла замуж она за первого исторически известного чешского князя Боржевое из рода Пшимысловичей. Так в старославянском житии сказано, отдана вы из-за чешского князя именем Боревое. В пяху же тогда не все были крещены. Так в соответствии с латинскими легендами, Людмила в браке имела двух сыновей и пять дочерей. Однако старославянское проложное житие свидетельствует о трех сыновьях и одной дочери. Брак Боржевой Людмилы положил началу процессу объединения разрозненных славянских племен, а также процессу христианизации. В историческом пути Чехии от языческого негутия к христианскому событию ключевыми фигурами становятся святые равноапостольные Кириллы и Нафодики, приехавшие с великой славянской миссии на территорию Моравии и создавшие историко-культурный мост между великой Моравией и Чехией, как ее государственной и духовной приемницей. С Кириллом Мефодиевской миссией неразрывно связаны и ранние памятники славянской письменности и гимнографии на территории Чехии, в том числе старославянские легенды о Святой Людмиле и Вацлаве. И, конечно же, ранние песнопения на славянском языке, такие как Господь Напомиланный и сватые Вацлави. А также со славянским наследием связана традиция богослужения на славянском языке. Эта традиция богослужения была скарализована в Савовском монастыре, который был основан святым Прокопом. И основан этот монастырь был приблизительно в 1032-1033 годах. Крещение Людмилы и ее супруга Боржевое являются важным цивилизационным выбором для чешских земель. К поводу точной даты крещения Людмилы мы тоже не можем сказать все определенно. До сих пор остается открытым вопрос вместе или врозь крестились супруги. Из ранней чешской хроники Косьму-Пражского известно, что Боржевой крестился с тридцатью мужами в Регенсбурге на дворе Великомарадского князя Святого Лука. Извините, с тридцатью мужами из Регенсбурга на дворе Великомарадского князя. Позднее крестилась и сама жена Боржевой княгини Людмила. Она крестилась на Левом Граце и ее крестным отцом становится святитель Нефоди. Чешский историк XX века Онджи Крали считает крещение Боржевое с тридцатью мужами вымыслом. Однако другой чешский исследователь Душан Честик напротив допускает крещение Боржевое с тридцатью мужами. Но если мы обратимся к русской традиции, к древнерусским, святым людминским памятником и в более поздней гимнографии, то обнаружим, что у них утверждается факт крещения Людмилы вместе с Боржевой. Так в старославянском проложном житии об этом событии говорится следующее. Когда они, Людмилой и Боржевой, стали жить вместе, то у них просто открылись их очи и сердца, и они крестили своим отца и сына и святого духа, и воздвигли церкви, и собрали их. В православном тропоре святой Людмилы святая сравнивается со звездой утренней, которая осветила солнцем правды всю чешскую землю. Эта метафора переплетается с той, которую можно найти в повести временных лет в слове о представлении свято-ревно-апостольной княгини Ольги, где святая сравнивается со светилами небесными, утренней звездой, с зарей, с луной. Так образ святой Людмилы стал в русской культуре восприниматься через исторические и духовные аналоги жития святой ревно-апостольной Ольги. Считается, что в похвале святой Ольги, вошедшей в повесть временных лет под 696 годом, читаются рецепции латинской гамелеи святой Людмилы. В соответствии с гимнографическими и географическими источниками славянского происхождения, считается, что большую роль становления Людмилы христианки сыграл ее грозный отец Мефодий. И именно он ей подарил ревертное изображение пресвятой девы Марии с младенцем, которое позже называлось Палладиум земли Чижской. Именно с этим Палладиумом связаны самые известные события в чешской истории. Перед смертью святая Людмила подарила этот реверт своему внуку Вацлаву, которая воспитала в духе христиан. Итак, мы видим, что эстафету салунских братьев в деле христианизации Чехии и проповеди Евангелия продолжила сначала святая Людмила, а потом ее внук Вацлав. Данный факт нашел свое отображение и в изобразительном искусстве Чехии, где Людмила нередко изображена с Евангелия. Евангелие, слово Божие, то слово, которое долгое время переводилось святыми салунскими братьями. О том, насколько высоко святая Людмила ценила славянское богослужение, служит тот факт, что у своего внука Вацлава святая Людмила сначала дала на обучение книгам славянским, а лишь потом он был отправлен в Будич, в школу, в прихрами святые Петра и Павла обучаться книгам латинским, что так важно было для того времени молодому политику. Первым центром славянского просвещения на территории христианской Чехии становится Левый Градец, где был заложен первый в Чехии христианский храм, храм святого Климентова, Папу Римского. И в этом храме служил священник Павел Кайф. Другим центром христианского просвещения стал Будич, который находится совершенно недалеко от Левого Града. Наконец, на территории нынешнего Пражского Града проживой начинает строительство базилики Дьява Марии, которая продолжила его старшеством с пяти днём. С именем Святой Людмила также связана история самого древнего женского монастыря. Бенедиктинской конгрегации на территории Чехии во имя Святого Ижи или Георгия Победоносца. Этот монастырь был основан в 921 году сыном Святой Людмилы Вратиславом I, но строительство завершил вазу. Первой аббатистой монастыря была младая дочь князя Валеслава I, которая ездила к Папе Анну IV просить разрешения служить по-славянски. Именно в этот монастырь впоследствии Святой Ватслав перенесет останки своей бабушки Людмилы, где они покоятся по сей день. Монастырь, как конгрегация Бенедиктинская, была закрыта в 1782 году. Это было связано с секулярной реформой Иосифа II. А сейчас на его месте просуется лишь базилика, которая создана по проекту была архитектора Франтишка Махин. Боржавой умирает в 1889 году. В это время Людмиле было 27 лет. Однако она смогла выстроить политические отношения с маравским князем и удержать Чехию для своих сыновей. После смерти великого маравского князя Святоплука в 1894 году начался распад Великой Моравии и Чехия вышла из-под ее влияния. Старший сын Людмилы правил 20 лет, после чего воцарился Вратислав, человек добрый и религиозный, но во всем потакавший своей жене-язычнице в дорогой мере из паламского племени Стадон. Исторические хроники описывают ее как женщину жестокую и властолюбимую. Поэтому своего сына Вацлава Вратислав пожелал отдать Людмилю. Вскоре Вратислав скончался, поскольку Вацлав был еще несовершеннолетний, власть должна была перейти к одной из рейкетж при малолетнем Вацлаве. И в это время Драгомира, пожелавший схватить власть, начинает преследование своей невестки Людмилы. И Людмила удаляется, слагается сначала, конечно же, в конкретном и удаляется в Тетин. Автор проложной легенды об этом пишет. И тогда мать Вячеслава замыслила злое на свою свекровь Людмилу и всячески старалась погубить ее. Разумевшая же Людмила, отойдя в имград Тегин нарицаем. Интересно, что в старославянской редакции город Тетин, названный так по имени языческой прародительницы Тетки, получил другой фонетический вариант Тегин. Вероятно, это было связано с тем, что в христианском сознании долгое время народчат упразднялось то, что было связано с языческим мировоззрением. 15 сентября 1921 года эта дата впервые встречается у аламодского епископа Инджиха Дика. По наущению Драгомиры княгиня Людмила была задушена двумя боярами Туном и Гамоном. Задушена она была повоем или веревкой. Похороненная Людмила была не в церкви, а за стеной города. Но на месте погребения ночью появлялись горящие свечи от гробницы и сходила в огухань. Как повествует проложное житие святой Людмилы, Бог бы показал от нее знамения и чудеса на месте и деживе погребена. После воцарения молодого Вацлова Драгомира была посажена в тюрьму в Будичи, а затем высунула за пределы страны. Но затем Вацл жалился над своей матерью и отправил ее в Тетин. Возможно, именно в это время она и поставила на гробнице святой Людмилы деревянный храм во имя архангела Михаила. В XIII веке на месте деревянного храма появляется готическая каменная постройка, которая была реконструирована в XVII веке уже в стиле варварка. Мы же с вами упоминали о том, что впоследствии Вацлов перенесет остатки своей бабушки в Прагу. И это случилось в 1925 году. Биотификация святой Людмилы произошла при пражском епископе Данииле I, когда части мощей были распределены по разным диоцезам чешским и вложены в алтари. А официальная коммунизация произошла уже в XII веке при архиепископе Данииле II. Надо сказать, что до XIV века в Чехии праздновали только день перенесения останков святой. Благодаря деятельности дочери короля Абшемыслата Карла II Кунгуте, которая была монахиней Свято-Иршеского монастыря, было установлено два дня памяти святой. Это день мученической смерти святой Людмилы 16 сентября и день захоронения ее мощей в Пражском граде 10 ноября. В эпоху правления Карла IV был создан реликварий святой, это череп, который был отделен от остальных останков и оправлен в золотой шлем. Тогда же к концу XIV века над могилой Людмилы было воздвигнуто каменное на гробе известным архитектором Патронф Партншем по заказу самого императора Карла IV. Жительные сюжеты послужили формирование эконографического канона изображения святой, который сложился в Чехии довольно-таки рано к концу XII-начала XIII века. Как правило, на иконах Людмила изображена в княжеском упранстве с платком или веревкой на шее. Она может быть также представлена со староболеславским палладиум, со свездым Вацлавом, которого учит грамоте. Реже встречаются изображения святой с чашей, наполненной виноградом, или с мотивом к лечению святым нефодом. Наконец, единственным изображением служит мотив воспитания Вацлава Людмилой и священником Павлом Карлом. И вот этот иконографический сюжет, эта фреска находится в храме на Тетине. Русские изображения святой датируются не ранее XVII века, о чем свидетельствует Клинцовский конописный подлинник, где на листе XXIII сказано следующее «И святые мученицы княгини Людмилы Аки Елена или Олга княгиня». Ранное фресковое изображение святой находится в крестовозвиженском соборе города Тутаево, это Ярославская область. Здесь святая изображена в цветном княжеском дворе с белой шарю, а в правой руке она держит песноконечный крест. В XX веке появляется образ святой с предстоящими русскими князьями. написанной монахиней Илеонии Соколовой. Монахиня Илеония написала монографию труд иконописца, в которой представлены различные прорези святых, и именно в этом труде в приложении первым изображена и прорезь святой Людмилы. Следующее изображение представляет себе икону святой Людмилы, которая находится на подворье чешских земель Исловакии. Единственным мозаичным изображением святой Людмилы является изображение на фасаде храма святого Вячеслава в Барвихе в Одинцовском районе. Здесь мы видим, что святая благословляет крестом клинопреклоненного Васлова. В этом изображении сочетаются черты и западного, и восточного иконографического искусства. В начале своей лекции я сказала, что в почитание Людмилы проникает Древняя Русь, и это связано прежде всего с деятельностью Сазовского монастыря. Однако после XII века почитание святой Людмилы ослабевает и остается лишь локальным напоминанием о древних чешско-русских духовных и культурных связках. Новая волна почитания святой связана с актуализацией имени Людмила в русской культуре прежде всего русской литературе и музыке. Речь идет о известной балладе Василия Андреевича Жуковского и поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Пушкинская Людмила открывает галерею женских образов классической русской литературы. Вспомним слова, которые Александр Сергеевич Пушкин вкладывает в уста лирического героя «Моя прекрасная Людмила». Хожие выражения будут встречаться других произведений писателя по отношению к различным женским персонажам. На либретто пушкинской поэме Михаил Иванович Глинка пишет одноименную оперу, которая стала одной из первых русских опер, которую услышали чехи и захотели, чтобы она была известной во всей Европе. Обаяние персонажей классической литературы с именем Людмила повлияла на распространение этого имени и в Советском Союзе. Действительно, это имя было очень популярным, и это имя носили многие известные актеры и певицы. В современной русской литературе наследие святой Людмилы и мать воспитания ею внука Ватсова получили свое выражение в поэтическом житии трилогии лауреата 12-й Унинской премии вятского священника поэта Протерея Леонида Сафронова. Однако отец Леонид воплощает художественный замысел нередко так, что фигура Людмилы Черской рассматривается сквозь призму русского религиозного мышления. Так он говорит о раке святой Людмилы, который на самом деле может быть представлен только в контексте русского сознания, а также о переходе Драгомиры в христианскую веру, о чем мы до конца не можем сказать. Ширкомасштабное почитание Святой Людмилы в России связано с межправославным диалогом Православной Церкви Чешских Земель Словакии и Русской Православной Церкви, которая плодотворно осуществляется представительством Чешской Земли и Словакии в Москве. В 2015 году было совершено малое освящение храма в честь Святой Людмилы при посольстве Российской Федерации в Праге на Сибирской намности. Православные паломники в России имеют возможность посетить место первоначального погребения Святой Тейтин и реликвари с мощами Святой в базильке Святой Ирши. Все это свидетельствует о межправославном диалоге в Чехии и в России. В России есть духовные центры почитания Святой Людмилы, где находятся ее мощи, фрески, иконы. Это прежде всего подворья чешских земель Словакии, а также храм Святителя Николая в Соломенной Сторожке в Москве. Частицы мощей Святой Людмила находится в храме Святых Апостолов Петра и Павла в Яруских ворот, в Свято-Владимирском храме в Лаунском монастыре и в храме Святого Вячеслава Парвиха. Почитаемые же иконы Святой можно обнаружить в храме Спаса Неркотворного в Уссове, в храме Вахемской иконы Богоматери Кузьминка, Наконец, в некоторых храмах Московской области Реутови и Гой. Как было сказано выше, почитание Людмилы неразрывно связано с почитанием Святого Вацлава, что находит свое подтверждение в различных источниках, а также и в особенности иконографии. Нередко святые изображаются вместе. Монументальный памятник Святому Вацлаву в центре Праги стал национальным символом свободной Чехии. Если провести горизонтальную ось, то она укажет направление к величественному храму Святой Людмилы, построенному в стиле Найлготике Йозефом Москнером. Так архитектоника чешского пространства получила свое воплощение в аэротопии сакральной связи святых чешских патронов. На Руси чаще всего представлены совместные изображения Людмилы и в вазовом. Это либо ростовые люконы, либо заказные. Если материал о русском почитании Святой Людмилы очень разрознен и мозаичен, среди научных работ следует упомянуть очерк Романа Якобсона «Русские отголоски древнечешских памятников по Людмиле», отдельные фрагменты в монографии под редакцией Рогова «Сказание о начале чешской государственности», а также статью Ланцевой преподобный Сергий Святая Людмила Чешская, где автор сравнивает значения покровителей образования в разных славянских странах, в частности в Чехии и России, то русскоязычные научные материалы в Святом Вацлаве Чехии в чешском богаче и разнообразны. Отдельно следуют упомянуть также и чешские источники, которые уделяют внимание культу Святого Вацлава на Руси, в русской культуре, прежде всего это работы Йозефа Вайса, Вацлава Марыша, Вацлава Холопецкого, Йозефа Вавры, а также Светлой Матхавры. О князе Вацлаве как исторической личности известно очень немного. Мы знаем, что он был сыном князя Вратислава и внуком Боржевой. Точная дата рождения Вацлава неизвестна, приблизительно 907 год. Вокруг даты его смерти долго царили противоречия, хотя дата его гибели, точнее день его гибели, известен доподлинно 28 сентября. Годом, когда это произошло раньше, считался 929. Однако более внимательное изучение легенд и хроник привело историков выводов о том, что действительно князь погиб в 935 году от руки своего брата Борислава. Святой Вацлав видимо не дожил до 30 лет, тем удивительнее масштабность его исторического и духовного наследия. На годы недолгой жизни и правления князя Вацлава приходится с одной стороны попытки соединить разрозненные чешские княжества, с другой распространить, укрепить крестинскую веру. И наконец важнейшее внешнеполитическое решение о вхождении чешского княжества в Священную Римскую империю. Она очень выгодна для чехов условия. Несмотря на то, что у Вацлава не всегда складывались отношения с германскими соседями, чешскому князю дорось выпросить у восточно-франциского короля Генриха Птицелова мощи Святого Вита и построить храм на Пражской Граде, посвященном этому святому. Почитание Святого Вацлава сформировалось в 70-х годах 10 века еще до церковной схизы в связи с основанием Пражской епархии благодаря стараниям пражского епископа Войтиха Славниковца. В середине 10 века был написан ряд обширных житий немного расширенные в последующие века. А в 14 веке Карл IV составил или скорее переработал житие Святого Вацлава и начал строительство кафедрального собора с тройной патронации Собор Святого Вита Вацлава и Войтиха. Этот собор стал жемчужиной гостического искусства во всей Центральной Европе, в котором впоследствии писали наши русские эмигранты. Главным местом собора становится капелла Святого Вацлава, где находится реликвай, пари с мощами и большая статуя Святого работы Петра Парлежа и его сына Енжиха Парлежа. Святому Вацлаву Карпу святил королевскую корону Чехии. С этого периода чешской истории Святой становится вечным покровителем правителем чешской земли, а правящий монах представляет лишь его земного наместника, слугу, о чем свидетельствует иконография времен Карла IV, где император стоит коленно преклоненный перед Вацлавом. Мы видим презентацию печать Карлова университета, именно там Карл IV стоит коленно преклоненный перед Вацлавом. Так Святой Вацлав стал реальным и очень важным участником чешской истории, определяющим специфику политической и национальной самоидентичности чешского общества. Предположительно уже в XII веке возник Свято-Вацлавский Харал или Свято-Вацлавская песня, начинающаяся словами Святой Вацлав воеводы земли чешской. Эта песня является как молитвой, так и ранним национальным гимном страны. Свято-Вацлавский Харал исполнялся на коронационных торжествах совершенно разных чешских монархов. Слова Харала не дай погибнуть не нам, не нашим потомкам были выбиты на постаменте памятника Святого Вацлаву, установленном в начале XX века работы скульптора Юзова Муссельбека. Распространение культа Святого Вацлава на Руси можно говорить уже с XI века. К Свято-Вацлавским житиям на славянском языке относится первая старославянская легенда житие Святого Вацлава и второе старославянское житие Святого Вацлава. Самое старшее житие было открыто Александром Кристофоровичем Востоковым в 1827 году в рукописи XVI века торжественник, который представлен на следующем файле презентации. Этот торжественник был обнаружен среди трудов графа Румянцева с оглавлением убиения Вячеслава князя Ческого. Подобный список потом был обнаружен в хорватско-голгалических рукописях, а также в первых чьих минеях митрополита Макария. Затем Востоков нашел проложное житие. В списке проложного жития находится сказание о перенесении мощей Святого. Проложное житие и сказание о перенесении мощей в 17 веке вошли в сборник под названием «Сказание о российских святых чудотворцах». В 1904 году Никольский обнаружил житие Гульпольта в рукописях двух монастри Пахнутил Боровского и Соловецкого. Чешский исследователь Йозеф Варшица замечает, что подлинник этого жития был написан глаголицей, поэтому следы чешского языка практически стерты. Варшица предполагает, что в X-XI веках существовал латинский текст жития, который имел некоторые отклонения от гумпольдовой легенды. Древние жития могли прийти на Русь двумя путями, прежде всего из Чехии, а также по средствам южных славян, куда перебрались ученики Кирилла и Нерфодия. С последней бутботизой, однако, не согласны ее захважатся и роман Екапсун. На данном слайде изображено житие Вячеслава из Четих Миней. Следующий слайд представит собой флиант из ранней службы Святому Вацлаву, датированному XI веком. Эта служба написана на перекаментных листах, найдена она в Софийской библиотеке Новгороде и издана в XIX веке Викентием Ягичем. Вячеслав службе именуется такими метафорами, постоянными эпитетами, как прихвальни, приблажение, благочестнее, пугоблажение, предивнее, непобедимее, наконец, славнее, сияющей светлостью. При всем этом служба Святому Вацлаву не утвердилась на Руси с достаточной прочности, о чем свидетельствует Антон Флоровский. Ранние каноны стихии Святому не перешли в постоянную церковную практику, но и впоследствии Русская Церковь не ввела и не создала каких-то новых канонических текстов. В распространении почитания Святого Вячеслава именно так на Руси называли Вацлава могли сыграть династические браки и дипломатические отношения Чехии и России. Интересным аспектом культурно-религиозных отношений Чехии и Руси является рецепция имени Вячеслава Вячеслава. Распространение этого имени свидетельствует тот факт, что этим именем называли детей князей ибо я. Ярослав Мудрый одного из своих сыновей назвал Вячеслава и об этом есть свидетельство в повести временных лет. В это время родился у Ярослава сын, нарягодшее имя ему Вячеслав. Вот почему имя Вячеслав вошел наряду с русскими святцами в торжественник имена слов и месяцы слов. Мученическая кончина Вячеслава от руки своего брата Болеслава стала примером для житей первых русских святых старстотерпцев Бориса и Глеба, поскольку киевские книжники были хорошо знакомы с житием Вацлава и воспринимали его как эталонную модель. Отсюда проистекают параллелизмы в обоих житиях. Согласно житию святого Вацлава он предчувствовал свою кончину и не сопротивлялся убийствам. А святому Борисе перед кончиной в повести временных лет пишется практически то же самое, но также говорится о том, что вспомнил он о мучениях и страданиях святого великомученика Никиты и святого Вячеслава, которые были убиты также. В обоих случаях обнаруживается уподобление князей библейскому Авелю, погибшему от руки своего брата Каина. Георгий Федоров в своей книге «Святые Древней Руси» уделяет особое внимание чину страстотерпца, отличного от всего христианского мира и появившемуся именно в славянских странах. Он отмечает, что трагедию страстотерпчества Бориса и Глеба может напомнить своей кончиной только святой Вячеслав Чешский. В этой связи можно вспомнить и мученический венец таких князей, как святой Андрей Боголюбский, Владимир Васильевич Волынский, которые, как и святой Вячеслав, приняли добровольную смерть. Несмотря на определенные сюжетные сходства житий, существует и значительное отличие. Так, в русском житии Борису и Глебу отсутствует борьба с язычеством на мотив аскетизма князей, а в свято-васовских легендах не делается акцент на политической проблематике. Почитание святых братьев Бориса и Глеба на Руси вскоре окажется перенесенным на чешскую почву, а именно в Сазовский монастырь, о чем есть упоминание у продолжателя Казьмы Пражского, где сказано, что в год от Рождества Христова 1095-й была почтенным, был восьмым епископом святого костела Пражского в Сазове освящен ораторий, построенным апатом Божитехом. И в алтарии были вложены мощи святого Глеба и его брата. Русскими духовными центрами почитания святого Вацлава являются, конечно же, потвори чешских земель и Словакии, где находятся частицы святых мощей из Чехии, а также Донской монастырь, нижний храм Донского монастыря в честь святого Вячеслава Чешского и там в первом ряду иконостаса справа изображен святой князь. Помимо этого почитаемые иконы находятся и в храме святого Вячеслава Парвихи, в храме часовни святого Вячеслава при Суворовском училище, а также в храме преподобного Серафима Саровского в Петербурге. Иконография святого Вацлава в Чехии обширна, и об этом существует очень много работ, однако иконография святого Вячеслава в России требует детального и отдельного серьезного изучения. Самое раннее изображение Вячеслава на территории Древней Руси обнаружено в Половске в Спасской церкви и Красивого монастыря. Эта фреска XII века расположена напротив изображения первых русских князей страстотенцев. В Клинцовском иконописном подлиннике сказано о том, что святой Вячеслав должен изображаться следующим образом. Святого Вячеслава князя чешского читаем мы надсед брова брода аки василий кисарийский кудря пореза княжеска волосы соуши. На следующем изображении в слайде как раз таки изображено вот такое каноническое русское изображение святого Вячеслава. Более поздние изображения находятся в храме Успения Богородица Троица Сергиевой Лавры это икона 1648 года и в храме Святой Софии в Вологде расписанном в конце 17 века. Эти обе росписи были выполнены на бригаде ярославских мастеров под руководством Дмитрия Глюковича Калиханова. Чешский князь в обоих соборах изображен на юго-западных столбах. Он представлен себя власом умудренным старцем. Вот такие изображения мы можем найти в русских храмах. Эзюмира и все вышесказанное то, что я говорила о почитании святой Людмилы и святого Басова как в Чехии так и в России мы должны отметить основные ключевые моменты. Фигуры первых славянских мучеников объединяет чехов и русских в пространстве пах слави универсалис. Возвращая нас мысленно к тому времени, когда не произошло еще трагического раскола церкви на православных и католиках, что, естественно, не безболезненно отразилось на славянской историко-культурной традиции. Наследие чешских святых создает мост между миссией салунских братьев христианизации и последующим становлением государственности у славян. Возрождение чешского духовного наследия в России может способствовать налаживанию чешско-русских межкультурных межконфессиональных и межхристианских связей, создавая единое культурное поле и для русских иммигрантов, живущих в Чехии. В 21 веке русско-чешские межкультурные связи получают свое продолжение в организации совместных культурных мероприятий, концертов, музыкальных фестивалей, выставок и многого другого. Частным примером такого межславянского диалога служит деятельность организованной инициативной группы по прославлению Святой Людмилы Чешской в Москве. Особенно это важно на пороге тысячестолетия со дня смерти Святой Людмилы. В этом 2020 году 27 сентября в воскресенье планируется проведение литературно-музыкальной композиции, посвященной как Людмиле, так и Святому Вацлаву. Эта литературная музыкальная композиция называется «Светила богенской земли». Она пройдет в доме русского зарубежья им. Солженицына в три часа дня, но для посещения мероприятия необходима регистрация на сайте дома. И в завершение своей лекции я хотела бы исполнить произведение стихи, прежде всего, Святой Людмилы на русском языке и Свято-Вацавскую песню или Свято-Вацавский хорал. В течении жития добре совершивши Людмилу княгиня чешская, на поведи Христовой исполнивши чадо своё воистине воспитавши, в течении затворися и держи смет мученическую прия. Люжика твоя драгомира, силою сатанинскую ослепленная, Господа, возненавидевший восход силу битится, слепая мученицей, вы же убить простивши, вознеслась, а если после тетройки, и прияль силе нет, не увидаем вы. Радуйся, Людмила, мученицей, светозорная праведницей, я ше покрестила твоя истинна, его братцы, супруга, твоим моремой, послятости, поживши, научи, чадо твое истине, и ближних твоих и любви, с ним живи, с злосно Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»